У нас потому что не все футболисты мотивированы выходить и биться. Вот это вот прежде всего, вот больше всего надо вот этого добиться. Макс Яросланов там свои 34 года бежит полполя, а у нас молодой футболист останавливается на центре, пусть бежит, забивает. Та самая ситуация, когда послематчевая пресс-конференция гораздо интереснее, нежели игра на поле. К сожалению, это факт. Барнаульцы начали свой сезон двумя выездными матчами. В них замечена стабильность. Две игры, два поражения с одинаковым счетом 0-3. Еще и главный тренер приболел. Это определенный отпечаток я ставил на психологическом фоне. Но тем не менее мы сейчас находимся, как говорится, в поисках состава и в поисках своей игры. Скажем так, сейчас этап становления. Мы, как говорится, максимум старания проявляем, но где-то удача пока не на нашей стороне. Но мы будем работать и есть вера и надежда, что в следующую игру мы более достойно сыграем. Этого, увы, не случилось. В первой домашней игре против Амкара из приятных моментов лишь полные трибуны болельщиков. Что касается самого матча, очередное поражение 1-3. Реабилитироваться белоголубые должны были в субботней игре с ижевским «Зенитом». Но и здесь удача от наших отвернулась. А вот гости свои задачи на игру выполнили почти на отлично. 1-4 победа за «Зенитом». Достаточно неплохо моментами взаимодействовали. Да, где-то упростили игру, но, опять же, учитывая состояние поля и, так скажем, команду соперника, именно приняли первые минуты такое решение в таком ключе играть. Достаточно создали голевых моментов, в принципе, хорошо забили, могли и больше. Ну, считаю, что больше, может быть, тоже не надо, надо ставить на следующие игры. И все же добавим ложку меда в бочку дегтя. «Динамо» идет на первом месте в турнирной таблице, правда, с конца. Четыре матча, ноль побед, и это тоже определенный стабильный результат. Но хочется верить, что из футбольного кризиса наши выйдут. Потенциал все-таки есть. Возможность набрать первые очки у барнаульцев будет 20 августа. Выездно матчу против чувашского химика. Пусть хоть там нахимичат. В хорошем смысле этого слова. Дмитрий Дроздов. День с толком. И еще остановится уже.